Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и сегодня воскресенье а это значит свободный полет то есть никто из клиентов не придет никто из клиентов не позвонит я их давным-давно от этого отучил воскресенье есть воскресенье но воскресенье я могу заниматься спокойно своими проектами и вот я сегодня нашел такую ну не знаю похоже на яблоню но это еще естественно не яблоня да но тем не менее и вы видите это цилиндр спасибо вам большое за различные подсказки правда бурбуляторов никаких я делать не буду так что ребята вы там научную фантастику не сильно ударять вот думаете о ресурсах вот я вам скажу так что для стоков наверное было бы лучше сейчас просто в этой вазе сфотографировать эту яблоню и все быстренько и без всяких затей тем более что у меня такие работы уже покупать но не совсем интересно ребята я хочу что-то такое для души сделать а для души это значит у меня появилась такая идея с вашей помощью что насадить здесь небольшой яблоневый сад положить так это запустить туда дым пропустить какой-нибудь цвет голубоватый такой и это сфотографировать пока просто так без всяких наворотов потом я может быть стал стану лабораторию какую-то делать задний фон как-то там может быть вот сегодня освещать но пока я думаю что вот я возьму вот эти вот кусочки рассажу их в пузыри у меня есть эти как они гелевые шарики думаю наверное хватит и будем делать вот такие планы а и и Музыка Музыка Первонаперво, как я понимаю, мне нужен свет сверху. И для этого я возьму стрипчик и вот так его аккуратно размещу. Ну и сделаем первый снимок. Следующее, я думаю, надо будет вот здесь просветить, потому что когда я буду пускать дым туда, отсюда что-то должно его подсвечивать. Этого будет мало. Ну а что, давайте сделаем. Я возьму сейчас вот этот штативчик небольшой. Какая-то не такая красная, значит, что вот в середине. Так. Ага. И какую-нибудь вспышечку. Туда глядела тубус. Ну, я не думаю, что я буду использовать тубус. Тубус слишком слаб в этом случае. И поэтому вот эту штуку и сюда решетку и насадки. Снова могут возникнуть, а у меня вот такой нету. И что я буду делать? Ребят, у меня тоже не было. Вот я делал вот такую картонку. Потом ее приспосабливал здесь. И получался у меня то, что вот это маленький софтбокс. Но мог бы я сделать и это. То есть, не надо паниковать. То есть, у этого точно такие же функции. Я сейчас прикрою, мне не нужно. Вот так. Так. Включим. Посмотрим. Может быть чуть выше. Вот так. Ну и вот теперь с этим светом. Делаем еще один снимочек. Ну что ж. Света добавилось. Но до тех пор, покуда там не будет дым, мы ничего не увидим. Давайте запустим. Конечно, хорошо бы какой-нибудь фильтр туда сделать. Но у меня есть случай, чем фильтр. У меня есть вот такая штука, которую вы по прошлому разу видели. И с помощью нее я смогу менять угол, менять цвет. Это немножко круче, чем просто фильтр. Ну и теперь мы берем немножко дыма в бутылку. Так, сейчас я включу свою дымовую машину. И добавлю тут дым. Ну, давайте попробуем сделать первый такой. Звук. 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 Что-то уже есть, но не совсем меня впечатляет. Я подумал о том, что все-таки черный фон один будет скучноватый, поэтому я взял вот так, сделал лепестки вентилятора прямо на тарелку, поставил сюда и здесь сел жалюзи. То есть у меня такое желание, чтобы только вентилятор здесь просвечивался и шел туда этот свет, и как будто действительно в лаборатории идет вытяжка и так далее. Сейчас мы сделаем. Так, яркость я убрал на самую маленькую. Давайте дым уж, если что-то пошло, дым. Чтобы, как немцы говорят, все было аутентично, то есть по-настоящему. Запускаем туда. Здесь подпускаем дым и снимаем. Что видим? Ох, очень интересную штуку мы видим. Ну вот, у нас все готово, освещение готово. Тут я немножко перестроил, сделал более сложную такую вещь, формированную. И теперь нам надо аккуратно-аккуратно сюда задвинуть мох сначала. Вот так это все выглядит. Так, чуть-чуть тут поправить немножко надо, вот так. Вот так это выглядит. И сейчас мы начнем снимать с вами. И первое, что мы сделаем, мы сфотографируем без всего. Нам надо чистый рисунок. Чтобы потом, если нам нужно будет в фотошопе что-то менять и так далее, чтобы было с чем работать. Начнем, пожалуй, выставлю сейчас я все как положено. По горизонтали, по вертикали. Делаем первый снимок. Ух ты, мама ваша! Оно уже интересно. Замечательно, ребята, хорошо получилось. Теперь давайте будем делать следующее. Надо будет, надо будет по отдельности сейчас сделать. Дым пустить там, сфотографировать. Дым пустить, вот здесь сфотографировать, здесь, может быть, по верху. А потом только внутрь. У нас немного шансов. Дело в том, что пар оставляет сразу следы. И потом уже это совсем не то. Ну, тем не менее, за работу. Так, ну, а теперь польем мох. Вытащим эти. Видите, все. То есть, буквально хватило на час и все. Ну, не важно. Главное, что мы успели. И теперь давайте пойдем с вами в фотошоп, посмотрим, что мы там наснимали. А потом вернемся еще раз сюда. Так, давайте посмотрим, что мы тут понаделали. Вот, помните, мы с вами с этими стеклянными шариками делали. Ну, что-то мне в них не понравилось. И вот на эту стеклянную банку слишком много уходило внимания на эту колбу. И со светом надо было там дуреть. Так, вот тут я делал. Видите, они ничего не дают практически. Поэтому я их, собственно говоря, и высыпал. Так, а это вот вентилятор я уже пробовал, да? Угу. Всякие разные наклоны. Интересный эффект получается. Вот здесь. Видите, как? Так, это вот от этого стекла идет такая радужная разводка. Так, ну нас интересует... Вот мы сделали пустую, да? Угу. Поставил, выставил вентилятор, как я хотел. Так, провел шланг здесь. Так. И откадрировал сразу же, чтобы не было никаких. И вот мы начали с вами снимать. Это вот первый мох. Тоже может выглядеть, как какой-то марсианский совершенно. Тут интересный луч получился вот здесь, в этом месте. Неожиданно. Не знаю, как он получился, но получился. А вот с цветами уже пошло хорошо. Так, это я там дыма подпускаю. Вначале мне нужно посмотреть, вот дым какой больше всего мне понравится. Там на вентиляторе, да? Вот. Вот что-то вот такое. Вот. 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 Так, отправлю я сразу в фотошоп. Фотошоп. Угу. Хорошо. Так. Теперь смотрим, вот сюда я начал впускать. Ух, какой красавец. Ну, не совсем то, вот так может быть. Отправим тоже. Фотошоп. То есть, вот эта, вот эта часть очень интересно получилась. Так. Дальше пошли. Будет ли еще более интересно? Конечно, но слишком много. Так. И здесь я опустил дым. Ну-ка, еще посмотрим. Вот это интересно. Колечки летают. Понятно. То есть, самое лучшее все-таки было... Да, то раз колечки интересно, вообще, надо будет потом попробовать. Вот. Вправо. Угол летит колечко. Летит, летит колечко. Вот это вот хорошо, на мой взгляд. Так. Ну, теперь посмотреть, где я добавил. Вот, наверное, здесь, наверное, перебор. Вот этот, вот этот я возьму еще. То есть, все, мне достаточно. Раз. Вот этот отличный. Два. В принципе, можно было так и оставить здесь. Ну, очень хочется что-то такое наворотить. Так, ну, вот я отобрал четыре картинки. Здесь мне нравится, как вентилятор закрыт дымом. Так, здесь вот то, что внутри происходит. Отлично. Далее, вот этот момент, левый, правый, вернее, вот этот. Тоже, мне кажется, интересно. Так, и вот этот. Здесь я бы взял вот этот, скорее всего, я возьму вот этот кусочек. Ну, и после манипуляций, которые сейчас, нет времени вам. Ну, и после фотошопа, который я когда-нибудь вам покажу, но не в этом видео, мне получилась вот такая картинка. То есть, как видите, я отсюда взял, отсюда взял, отсюда взял, соединил. И получился довольно-таки интересный такой лабораторный пейзажик на терморке. Так, хорошо. Ну, вот, дорогие друзья, мы с вами в фотошопе из четырех картинок слепили вот эту одну. Сюжет получился довольно-таки интересный. Спасибо еще раз за подсказки. Как видите, я их воплощаю, то есть, не просто так. Ну, конечно, бурбуляторы я не буду делать, как я уже сказал, это, ребята, уже перебор. Ну, а вот такие хорошие идеи, которые вы мне даете, то есть, я буду немножко добавлять своего там, и в итоге, вот, совместными усилиями у нас получится вот эта картинка. Ну, а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...